Он сумасшедший, мятежник духа и возмутитель спокойствия. Он не вписывается в рамки привычного, не признает правил и испытывает отвращение к стабильности. Он совершает дерзкие выходки, которые оборачиваются головокружительным успехом или полным крахом. Он Ричард Брэнсон. Брэнсон сумел доказать всему миру, что при желании любой может воплотить в жизнь все, даже самые смелые мечты. Сегодня он успешный бизнесмен, продюсер множества социальных проектов. Автор скандально нашумевших книг, спортсмен и непредсказуемый человек с нестандартным мышлением. Он преодолел все трудности, а это было действительно непросто. Ричард с детства страдал близорукостью, ему тяжело давались чтение и письмо. Его мать, понимая особенности дислексиков, с детства приучала его к выживанию и моментальной адаптации. Когда Брэнсону исполнилось 11, она отправила его на велосипеде в город, который находился в 80 километрах от их жилья, дорогу туда и обратно он должен был найти сам. Именно такие тесты выработали в Ричарде железную волю к победе и стойкость в любых, даже самых сложных жизненных обстоятельствах. Из-за дислексии любое обучение ему давалось непросто. В 16 лет он забросил занятия и решил попробовать себя в бизнесе. В результате, когда юноша уходил из школы, директор, прощаясь с ним, заметил, что в будущем Ричард либо попадет в тюрьму, либо станет миллионером. Ну что ж, педагог не ошибся. На сегодняшний день компания Брэнсона Virgin стала мировым брендом. Сейчас в ней около 400 различных филиалов, и она продолжает расти каждый месяц. В его музыкальной студии Virgin Records побывало огромное количество известных исполнителей, среди которых David Boy, The Verve Blue, Atomic Kitten, 30 Seconds to Mars и так далее. Его авиалинии и поезда ежегодно перевозят миллионы людей, и уже сейчас команда Ричарда работает над коммерческими полетами в космос. Ричард не устает повторять, неважно насколько безумная мечта. И даже если на первый взгляд она кажется недостижимой, никогда нельзя говорить себе, что это невозможно. Именно это слово способно разрушить жизнь человека. Брэнсон одна из самых эпатажных личностей, которым можно себе представить. В 98-м году в Нью-Йорке, рекламируя газировку Virgin Cola, Брэнсон умудрился попасть на первые страницы пресса, не заплатив ни цента. Он приехал на танки на Times Square и обстрелял пиротехническими ракетами рекламный щит своего конкурента Coca-Cola. В 2013-м он облачился в униформу стюардессы и в течение рейса разносил напитки и помогал пассажирам. Конечно, он попал на первые полосы газет. Холдинг Брэнсона не обошел своим вниманием и Россию. У нас появился Virgin Connect, первая компания Virgin Group в нашей стране. С 2004 года она предоставляет услуги связи с жителем более 500 населенных пунктов в 67 регионах России и не собирается останавливаться на достигнутых. Клиентами Virgin Connect являются как крупные федеральные компании, Альфа-Банк, Евросети, Видео и другие, так и большое количество игроков малого и среднего бизнес-сегментов во всех регионах России. Жажда жизни, умение веселиться и шарить позволило ему установить множество мировых рекордов. В 86 году он установил мировой рекорд по времени пересечения Атлантического океана на скоростном катамаране Virgin Atlantic Challenger 2. В 87-м впервые в истории человечества он совершил трансатлантический перелет на воздушном шаре Virgin Atlantic Flyer. В 91-м побил рекорд по длительности полета, преодолев Тихий океан, а в 99-м в составе команды из Швейцарии совершил кругосветный перелет на Монгольфьере. Совет от Ричарда, не нужно делать что-то иначе, самое важное пробовать, остальное наплевать. Идеи и возможности приходят в процессе движения, к черту все, берите и делайте.